Друзья, ну вот мы приехали, знаете, в дом-музей. Это основатели компании Гудеер. Это находится в городе Экроне. И вот он, в общем, весь город на нем держался. И вот это из дома сейчас сделали музей. В общем, вот там здесь содержится, вот в этом месте находятся 12 садов, 4750 книг, 187 картин, я не за что такое, tape strikes, 150, ой, короче, здесь все, что-то, 273 doors, двери что ли? Где? 23 спальни, ой, 23 ванных комнаты, 270 двери, да, здесь больше 50 тысяч луковиц посажено, 23 камина, 134 шкафа, 25 шандалеров, 26 телефонов, 4 исторических здания, 40 часов, чтобы траву косить в неделю. О-о-о, да, и, короче, пипец. Смотрите, какое растение, как оно называется, оно пахнет? Не написано, какое красивое, красиво. Типа, похоже, ну, нет. Видите, как? Вот, где я была, это был не дом. Вот, собственно, дом-то. Видите, вот этот вот дом, в котором жили хозяева Гудеяр. Это были самые богатые люди в этом районе. А потом он, ну, не то, что разорился, он отдал. Ну, компания стала умирать, и он передал ее банкам, чтобы город не обанкротился, и чтобы людям сохранить работу. Вот такой дом. Это вот вид дома сбоку. И вот это, по-моему, какая музыкальная комната. Мне очень нравится, что плещом вот так вот обвито. Ой, как я люблю, когда дом плещом. Я вот тоже хочу, чтобы у меня так в Алма-Ате дом обвить. Вот такой дом. Немножко с другой стороны. Мы гуляем по дорожкам. Вот здесь находился английский сад. Вот. Мы туда сейчас съедим. Какая беседка. Прикольная, да? Свет падает. Тут планы. Это называется вот это... А все вокруг каменное это. Выложено забором. Кстати, смотрите, тис ягодный. Какая прелесть. Вот. Это кусты и стоят. Да, да. Такая красота. В английском саду тис ягодный. А это флоксы. Флоксы я тоже очень люблю. У нас в Алма-Ате флоксы. Вот мой любимый тетка. С другой стороны так английский сад выглядит. Танчик. Ой, вот это вот самшит. Самшит. После английского сада мы вышли в какой-то дворик. Такой вид. Здесь фонтанчик. Видно, их окна выходили. Кстати, сам хозяин был очень маленького роста. Наверное, метр пятьдесят. Вот фонтанчик. И в нем кувшиночки. Такой дворик. Нам выдали вот такие браслетики. Билеты, кстати, недешевые. Двадцать чем-то долларов в человеках. Такой виды, да? Это как бы внутренний двор, что ли, этого дома. Вот эта вот фиолетовая кувшинка. Такая красота. Друзья, это вот разбит под окнами японский сад. Вот такая красота. Вот такие ступенечки сюда спускаем. Не, нормально. 0,5? Да. Такие красивые здесь кусты. И вот, смотрите, какая-то сосна. Ой, прелесть карликовая. Красиво. Вот такой темный-темный лес. Двенадцать. Двенадцать стоит. Как красиво. Смотри, какая шикарная. Плавают золотые рыбки. Я не знаю, видно ли. И лягушки. Вон они там маленькие. Отсвечивает. Не знаю, наверное, не видно вам. Небольшие такие рыбки. Это вот с этого японского садика. Вот сюда сливается вода. Целая построена. Ой, какая красота в японском стиле. Сеть мостов. Ну, мы идем куда-нибудь там. Вот и рыбки плавают в пруду. А вот там, типа, сделана концертная площадка. И сейчас идут представления. Ну, не сейчас именно, а вообще там показывают Шекспира. Вот, смотрите, сделана березовая лейка такая. Дорожки каменные, посыпаны. Красотища. Везде работают садовнички. Вот это все обрезают. Вот. И вот какая-то лейка. Я не знаю, чем она заплетена. Тоже в какую-то... В оранжерею ведет. Вот это куда-то рад ведет. Это ботанический сад. Там тропический сад. Там тропический сад. А вот это просто. Такое сочетание желтого и сиреневого. Вот здесь такой разбит сад. Хозяева цветы. Она очень любила цветы. И здесь вот урастут цветы. И вот она. Смотрите, какая амалева. Вы когда-нибудь видели такую? В диаметре, наверное, 15-20 сантиметров. Ребята, смотрите, какой размер цветка. Обалдеть. Обалдеть. Друзья, смотрите, какая шикарная Рудбеки. Ой. Красота. В Алмате на нашей улице, кстати, у многих она растет. Вот у меня почему-то до сих пор нет. Заведем. Заведем. Рудбеки. Это чудо чудное. Вот это виноградная аллея. Вот видите, виноградик висит. Это все у них, видимо, было. Смотрите, какой виноградик. Зеленый еще. Целая-целая аллея виноградная. Это мы идем в их тропический сад. Вот. Сделана типа паутина для детей. Развлечения. У меня здесь какие-то, наверное, по идее, барашки-марашки должны стоять. Может быть. В общем, для детей развлечения. Вот. Сейчас зайдем в тропический сад. И в 4 часа они уже закрываются. Здесь детские площадочки. София уже притомилась. Ну, заходим в тропический сад. Интересно. О, какие корзинки. О, это, наверное, бананы. Вот это бананы. А это банановое дерево. Смотри, какие пальмы. Все такое здесь. Ага, вот эти вот. Как они называются? Забыла. О, эти куриные. Да, похоже. А это этот фикус каучуконосный. Какая красота. Фикус каучук. Там следующий, наверное, залп. Ой, какие красивые. Смотри, какая агава растет. Смотри. Офигеть. Офигеть. Сейчас, подожди. Ой, и тут вот. Что это? Смотри, какой мох свисает. Тропический. Надеюсь, здесь не анаконда живет. Банановые деревья. Старые. Смотрите, друзья. Калибри. Собирают... А, это бабочки. Я думала, калибри. Бабочки собирают нектар. Бабочки, какой только нет. Какой только нет. Я даже таких разновидностей не видела. Так. Все. Так. И пошли в дом. Будем сейчас смотреть, дом осматривать. Вот это вот раньше у них такая была комната, рейс-трунс. И уже в то время, в 1900 каком-то году, уже здесь были унитазы и водопровод, и все у них было. Маленькая комнатка, наверное, в которой они отдыхали, такая темная. Обожаю. Это была комната, в которой звонили. У них были уже телефоны. Видите, дверь, кабинетик. Вот это вот у них был бассейн. И бассейн, видишь, смотри, там есть вот эти отметины полосы, и бассейн наполняли в зависимости, кто хочет купаться. И бывало, наполняли на самый нижний уровень, там дети, как, а если там хотели сыновья понырять, то наполняли до самого верха. И был вот спуск. Да, был спуск вот такой по лестнице, и можно было вот так. И вот эта вот доска, с которой ныряли. Здорово. И даже вот, смотри, даже сушильная комната была. Вот хранился в этом дворце, хранился запас дров. Это лифт. Это у них был лифт. Это лифт, оказывается. Это лифт. А, это игральная комната в карту, помнишь? И вот здесь была автоматическая раздавательная машина карты раздавать. Это они здесь в карты играли, она в китайском стиле. И фонтанчик еще, наверное, бил, да? Это лифт. Да. Вонзай, что есть? Можно. Это он сам, вот этот чувак, который ничего не трогаете. Это вот он. И она была, она была оперная певица. Это не она? Да, это она. И она устраивала здесь представление для гостей. А вот это вот кассеты для этого, для органа. И этот орган, он играет здесь. Еще здесь есть орган, оказывается. Да, в центре это лучший, потому что это перфекционный зонтанчик. Вот это вот такой зал. А, да, я думаю, там эта штука. Ой, картина, какие картины. И да, здесь вот эти все оригинальные картины. И каждый раз она наряжала эту комнату. Здесь она встречала гостей. Там музыкальная комната, здесь всякие разные инструменты. И приезжали все вот эти гости. И она делала здесь, пела и наиграла инструменты. Коллекция, ну, как бы, картин. Ой, мама. Ой, мама. О, как красиво. Оригинал. На 50 лет их совместной жизни она была в этом платье. И вот она такого невысокого ростика. Наверное, метр 50 даже нет. Она в этом платье, да, со свадьбы. И он такого же был роста. Это, наверное, детки их родственники. Здесь постоянно редактируют эти панно и... Реставрируют. ...на реставрацию, да. И очень долго... Да, они привозят до других местах. Да, да, ничего. Смотри, что там еще есть дальше. Это их библиотека. Все они читали. Я на потолок. О, пылесос. Да, у них, кстати, они сделали какую-то центральную систему пылесоса. У них было здесь такие центральные. Но потом забрали пылесосы и у них брали пылесосы. У них у самых первых появился. Это касаху. Трубы были? Да, выкрыли трубу раньше. Это библиотека. А-а-а. Did you know? Да. Это сельдро от сюда приносили. Вот оттуда с кухни подавали, получается. Да. А слуги относили туда, в ту комнату, в кухню. Вот так. И здесь мыли посуду. Дисвоша тут написано. Сет. Комната помывочная. Вот такие шкафы. А вот здесь вот так кухня находится. Не трогай. Ой, мясо что, у нас стоящее? Мясо не стоящее. И у меня на тот момент был самый последний. Это было тепленько. Газ у них уже был, смотри. Да, все, что самое последнее было, это все было в этом доме. Это было в этом доме. Постаре. Ребрышки какие. Тартушечка. Слушай, все как настоящее. Рада, все как настоящее. Я хочу иголочек купить. Хочете купить? Угу. Прям точно хочу. Там я не трогай. Ну, конечно, не буду трогать. Да, у нас здесь были холодильники, мам. Холодильные камеры здесь. И вот шестповарный, который деток. Холодильники были. Да. Вот здесь находился телефонный узел. И в доме было 26 телефонов. Вот здесь вот обозначены комнаты, которые... Я очень любила завтраки. И вот здесь вот эта вот станция, это вот стихи. Они читали, ну, там, сыновья, да, кажется, читали стихи вот по утрам. Отсюда выбирали какой-то стихи, читали стихи по утрам. Постоянно соревновали разные завтраки. Я не могу дать его за две-толеты. Скажи, малыш. А, это вот мы мимо шли. Вот эта, наверное, комната. Вот эта комната. И вот здесь каменчик. Комната для завтраков. Слушай, ну, у них раньше электричество было или свечки были? Нет, электричества тоже было. Ну, да, раз у них пылесос и все. Да, да, да. Это какая-то... Да, вот здесь находила, видите, стоит, как бы, ну, обслуга, которая ухаживала, подавала. Вот тарелки. Вот комната для завтраков была. Да, доставляли свежие цветы. И здесь вот организовывали, чтобы цветы, северовка цветов и все. Да, вот чисто комната для цветов. И здесь какие-то холодильники были, да, чтобы не прожить. Выход в сад туда. Это где мальчики развлекались. Это была лидеральная комната, тут они пили свои бурбоны. Это было чисто мужская комната. Здесь отдыхали мужчины. А это, это кабинет вот этих двух братьев, которые основали Goodyear. Они здесь работали. Они просто не хотели постоянно ходить в офис. И поэтому они сделали себе вот такой двойной школ. И они работали. А еще брат, он основал радио, радио как-то компания. И поэтому весь внутрь радио. И здесь сидят родственники. И это был их кабинет. Тут коллекция оружий. Это... Они не были такими охотниками, там, заядлыми. Просто они были, как бы, но они не особо выносились по охоте. Это появится комната старшего брата, если бы я. Хорошая такая, милая, уютная комнатка. И она выходит, видишь, на этот. И вот его тут коечка была. Такой уютный мужской кабинетик. Можно было посидеть, почитать. И они не стерли это. А рисовали они? Да, это дети нарисовали. А это что? Наверное, какой-нибудь Муссолини с усами. Это была ванная комната. И вон. А, кстати, вот еще была информация. Мужчины принимали душ, а женщины принимали только ванны. Это было так заведено. Женщины не принимали душ, они принимали ванны. А мужчины принимали их раньше. Да, вы сказали. Гигиерно, так скажем. Ну, надо сказать, такой вид у них, да? Не как сейчас. Бенги. Это не ванны в правительстве. Он работал и делал радио. У него была радиостанция. Это второго брата комната. А это была комната, когда становилось очень жарким летом. Они приходили туда и ночевали там. Потому что там открывали окна, все продувалось. И они спали там, потому что здесь было очень жарко. А там открывали окна, и они спали там, в маленьких комнатах. Ну, та предыдущая мне нравится больше. Да, это, видишь, Франклин. Самый молодой. Все камины, они абсолютно разные. Выполнены в своей тематике. И все абсолютно разные. Все ручные работы. Все ручные работы. Все выполнены здесь. Сколько это, я не помню. 20 чем-то, кажется, каминов. Это не комната для жильцов была. Я вот точно забыла уже. Комната для полотенец и постельного белья. Это, видимо, как бы здесь. Это костелянша была. Костелянша. Или дом... 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 Живей. Работница. Или кто это? Ну, как? Дом управления. Да, костелянша. Ну, да, в общем-то, да. Тут нарисован, видите, ребеночек. С того времени пинеточки. Вот, наверное, все это такие. Это реминдер. Видишь, что это такое? А, это пиканские пиканские пиканские. Вот, я нашла. Вот, вот. А, ну, вообще, будем искать. Тоже какая-то спальня, да? Да, это Вильям и Мэри Бен. Получается, это... Это, ну, одна из гостевых комнат тоже. Это была для женских гостей. Потому что обычно они приезжали со своими, ну, как бы, помощницами. И, ну, чтобы у нас не жила ее помощь. Это была гостевая комната. И пылесос уже есть. Этот дом построился с 1912 по 1900... А, с 1915, да, по 1915. А, с 11 по 1915 год. Подучаюсь. Это была Инлинстаг. Инна-то, похоже, наближалась со старшей дочери Ирэн. Она, да, переехала с родителями в 1915 году, когда ей было 25 лет. Она жила здесь в 1923 году. Когда вышла замуж. Она, ну, очень принимала участие в дизайне. Она же в дизайне была. А что ты какая? Это платье шипонера. И все платья оригинальные. Это ванна в женской половине. У них и души, и ванны. И вот выставлены вот это были шкафы. Просто они сейчас открываются, а здесь хранилась одежда. Это оригинальная одежда того времени. Смотрите, какой маленький у них размерчик. Атласные туфельки. Ой, их не видно. А это чья спальня? А вот и декам у тебя. Это другой сестры была. Это Вирджиния. Она была пятым ребенком. Как бы та была мужская половина, а это вся женская, да? Да, тут сестры жили, там брать. Ага, пока мужик нельзя. Это, наверное, здесь прислуга ухаживала. За хозяевами, да? Щетки, уборки. Птица. Вот, family, да. Это семейная. Нет, это их комната, главное. Это вам. Хозяина, да? Да, это... Хожи, малыш. Вот, птица. Угу. А с этой спальни выходит, я так поняла, гардеробная. Даже в те времена уже были гардеробные. Такие платья прикольные. Это оригинальные. Ну, да. Ужасные, да? Да, но это не нравится. Ага. Это гардеробная. Вот, посередине. И их комната bedroom. А, там тоже проход, что ли? Я так понимаю, да? Да, вот, спальня, унитаз. А вот тут, не знаю для чего. Ванночки. А, вот это оригинальное. И окна выходили вот сюда, на прудик. Прелесть. Вот, как я говорила, женщины проливали ванну, мужчины. Да. Мастер, да? А, вот тоже это у них в жару. Они здесь спали. Здесь продувались окна, здесь было прохладно. Мам, сейчас послыбень почек. Вот. Тоже такое, что ты хочешь? На женской половине. А, послыбень и почек, это когда вот было жарко. Они открывали окна и спали, когда они сюда. А вот, кстати, уже душ Шарко в то время был. Вот так вот. Это было, кстати, его. Это его гардеробная. Да, это его была ванна. Та ее, это его. Там даже душа нету, потому что понимали, да, женщины ванну. Это вот его, ага. Там хранилось все. А это, по-моему, музыкальная какая-то комната. Это вообще крыло, ну, родителей. Напротив спален. Наверное, можно было посидеть, отдохнуть. А, да. Это они засобирались с девушками. Они приглашались на девушек. Они здесь играли как на пианино. Это вот с девчатами они собирались. Она тоже, она очень талантливая художница. Помимо того, что она была оперная певица, это все она рисовала. И она рисовала. Хозяйка этого дома. Мама, да. Она рисовала портреты сада. И все это. Она любила рисовать. Второй свет. Было видно. Это зал внизу. Это мы спустились еще вот в подвал. Здесь вот. Наверное, может быть, это, знаешь, типа, бальная была. Может, точно. Типа вот столы, да. Типа что-то, видишь, как, типа, собирались. Типа что-то, видишь, как, типа, собирались. Типа что-то, видишь, как, типа, собирались. Вот здесь уже дальше не такие дома красивые как-то. Да, в улице были красивые, здесь уже все. Здесь, наверное, уже прислуга жила. Как Курва.